Что кричит «Я девственник»? Оправдание перед людьми, которые думают, что ты девственник. Мне плевать, что я девственница, но мне просто нужно подтверждение, что я не конченая уродина, что я не безнадежна и обязательно буду желанной и любимой. Я хочу убедиться, что кто-то посчитает меня достаточно привлекательной, чтобы захотеть интимного контакта. Я ненавижу чувствовать себя ущербным и ненормальным человеком. У меня то же самое. В старшей школе я, наверное, был единственным девственником. Все мои друзья встречались или занимались этим. Это просто колоссальное давление со стороны общества, которое заставляет тебя тоже делать это, чтобы не отстать от сверстников. Особенно это тяжело переживать, если ты подросток. Я чувствовал, что меня никто не любит и никто не хочет. Я была первой девушкой моего жениха, и мы начали встречаться, когда ему было 25 лет. Это не соревнование, уверяю вас. Продолжайте жить своей жизнью и делайте все в своем темпе, не равняясь на других. Не помогает, когда ваши друзья постоянно напоминают вам, что ты девственник? С того момента, как вы начали ходить в колледж, 17 лет, до того момента, когда это, наконец, произошло. Дерьмовые друзья. Надо мной довольно часто подшучивали. Мы бывали на вечеринках, я разговаривал с девушкой, и они обзывали меня. Это очень неприятно, особенно когда рядом девушка, которая тебе нравится. Меня постоянно высмеивали, и это было унизительно. Я помню, как один друг дошел до того, что прервал мой разговор с девушкой, буквально ворвался в комнату и сказал... Не слушай его, он девственник. Черт, это было неловко. Теперь я оглядываюсь назад и понимаю, как мало это на самом деле значило. И что друзья, которые пытались смутить меня перед другими, на самом деле искали самоутверждение. У тех ребят до сих пор полно проблем в жизни. Я общаюсь с некоторыми из них, с теми, которые не были мудаками. Ее груди были на ощупь, как мешки с песком. Плохое описание сексуальных сцен делает болезненно очевидным факт, что у писателя никогда не было такого опыта, или он просто ужасен в этом деле. Я могу дать поблажку подросткам, пишущим фанфики, хотя я не любитель такого жанра, но меня просто передергивают от отвращения, когда такое пишут авторы с большим тиражом своих книг. Сексуальные сцены 50 оттенков заставили меня выбросить книгу в мусорку. В интернете есть куча более качественных произведений. Или любой другой глупый комментарий, который доказывает, что у вас никогда не было интима. Я сказал что-то вроде этого несколько недель назад на работе и до сих пор содрогаюсь, думая об этом. Еще в средней школе, до того, как я впервые потрогал женскую грудь, мой друг сказал мне, что она похожа на локоть. Даже будучи девственником, который не прикасался к сиськам, я думал, что это чушь собачья и самое странное сравнение, которое я когда-либо слышал. Я нахожу, что люди, которые ведут половую жизнь, не афишируют это. Поэтому, если кто-то говорит публично о своем интимном опыте, я предполагаю, что он его не получает. Мой муж работает с таким парнем. Когда он начал встречаться с девушкой, то приходил в офис со слишком большим количеством подробностей их интимной жизни. Мне было неловко, когда я познакомилась с ней. Теперь они живут вместе и больше он не говорит ничего такого. Мне даже интересно, сожалеет ли он о том, что говорил такое дерьмо. Зависит от культуры, зрелости и пола. И социальных особенностей для этого пола. У нас в Испании было довольно нормально хвастаться, когда теряешь свою невинность. Особенно для парней. С другой стороны, в Болгарии, я болгарка, живущая в Испании, интимная жизнь была более личной. И если кто-то и знал, то только ваши близкие друзья. Размещение постов на Reddit, типа, какие факты и признаки выдают девственника. Эй, девственница или нет, не имеет значения. Конечно, вам кажется, что нужно спешить, но, честно говоря, совсем не обязательно. Я была одержима всем, что связано с этим с 15 лет. Я действительно хотела потерять свою девственность. И когда мне исполнилось 18, а я все еще была девственницей, я чувствовала себя ужасно. Гребанная депрессия. Я подцепила первого встречного парня на Тиндере. Мне потребовался год, чтобы прийти в себя после того, как я получила травму от этого. Все началось по обоюдному согласию, но позже я закричала, чтобы он остановился, а чего он не сделал. Мне потребовалось очень много времени и терпения, чтобы не испытывать боли во время проникновения. Мне уже почти 20, и я все еще страдаю от этого. У меня теперь есть даже небольшой шрам на том месте, где он меня порвал. Есть такой умопомрачительно глупый тренд, о котором я узнал из интернета, когда люди думают, что женщина, которая немного помогает себе во время близости, не получает достаточно удовольствия, потому что мужчина плохо старается. Любой, кто верит в это, определенно никогда не имел никакого сексуального контакта с женщиной. У меня нет никаких сомнений. Это самая глупая вещь, о которой я когда-либо слышал. И количество людей, которые в это верят, просто поражает. Когда ваши друзья говорят об этом, и вы просто соглашаетесь со всем, и смеетесь над забавными частями чуть позже, чем все остальные, глядя на реакцию своих друзей. Ах, я помню, это так ясно. Что вы должны делать, когда ваши друзья говорят об этом, а у вас его никогда не было? Просто сидеть и стараться не выглядеть грустным? Я так рад, что те дни остались в прошлом. Вы назвали шлюхой девушку, которую пытаетесь добиться. Я знал, что если мой сосед по комнате в колледже называл девушку шлюхой, то он пытался получить ее и был послан нахер. Забавно, как нежелание заниматься этим делает вас шлюхой. Синдром хорошего парня. Такие парни возносят женщин на пьедестал. Сто процентов, но я также думаю, что парни, которые так считают, просто не понимают, что девушки имеют в виду, когда говорят «хороший парень». Парни, не имеющие опыта общения с девушками, выслышивают жалобы девушек на тех парней, которые их реально интересуют. А девушкам нравятся уверенные в себе, спонтанные, предприимчивые и готовые рисковать парни, которые являются при этом хорошими парнями. Хорошие парни думают, что им просто нужно делать хорошие вещи, и тогда они понравятся девушкам. Нет, тебе нужны в первую очередь все вышеперечисленные качества, и уже потом и умение быть милым. Если вы держите женщин на пьедестале, они всегда будут смотреть на вас сверху вниз. Что касается гетеросексуалов. Не зная, как взаимодействовать с противоположным полом, вы начинаете думать, что все имеет сексуальный подтекст. Я вырос, общаясь с одним парнем в интернете некоторое время. Увидел его на улице, поздоровался и обнял. Бедный парень, что он подумал? В объятиях так много потенциала. Думать, что невозможно добиться близости и быть привлекательным для женщин, если вы не выглядите как Аполлон и не имеете миллионы на банковском счете. Переход от разговорчивости к внезапному молчанию, когда тема переходит к чему-то связанному с этим. Я бы сказал, существует два факта выдающих девственника. Либо вообще не говорить о каких-либо сексуальных вещах, либо говорить много об этом, причем странным и даже жутким образом. Это основано на реальном опыте, поскольку у меня есть два друга, которые, как я точно знаю, являются девственниками. Один из них чокнутый парень, который никогда не говорит об интимной жизни или девушках. А другой более общительный парень, который всегда говорит, о, посмотрите на ее задницу, боже, чтобы я с ней такое сделал. Мне было очень неудобно, когда он делал это публично и даже на расстоянии слышимости от девушки, о которой он говорил. Излишне говорить, что я предпочитаю тусоваться с первым челом. Теперь я больше уверен, что парень, который делает жуткие комментарии и так далее, является девственником только потому, что это, ну, вроде как он старается казаться крутым. И очень немногие уважающие себя женщины подпустят к себе такого человека. Я знал и других таких людей, и после того, как они получали ночь с девушкой, они переставали это делать. Я не уверен, что это лучший способ описать девственника, но мне кажется, это люди, которых чересчур интересует чужой сексуальный опыт. Особенно, если это какая-то хрень, типа, не могу поверить, что ты целовалась с двумя парнями на вечеринке. Такие вещи довольно часто встречаются в советах по отношениям, и я чувствую, что это признак неопытности. Нельзя сказать, что чувство заинтересованности чьим-то сексуальным прошлым совершенно недопустимо, но слишком проявлять интерес к чему-то безобидному, как поцелуй, это довольно глупо. Определенно кричит мне, я девственница. Если они слишком раскованно ведут себя в сексуальной переписке. Они пишут очень смелые или игривые вещи, но затем, когда приходит время, они либо слишком застенчивы, либо боятся что-либо сделать. Я знаю это, потому что я совсем недавно была девственницей, и я была такой. Когда ты идешь на свидание с парнем, а он громко говорит тебе в кафе, что у него никогда не было девушки, что означает, что он неопытный в этом деле, поэтому он надеется, что ты сможешь это исправить. А затем он подтаскивает твой стул к своему и обнимает тебя. Парень, который постоянно говорит об этом, несмотря на то, что ты никогда не видел его рядом с женщинами. Или парень, который всегда говорит, мы должны пригласить сюда несколько цыпочек, а затем не говорит им ни слова, когда они появляются. У меня есть друг, который, несмотря на то, что ни разу не был замечен с женщиной, утверждает, что имел, по крайней мере, полдюжины подружек за эти годы. И ни одно из его утверждений не выдерживает даже самых мягких вопросов. Кроме того, каждые два года он увеличивает счет, вспоминая какую-нибудь девушку, с которой он кувыркался, но о которой никогда раньше не упоминал. Мне не хочется называть его имя, но я просто хочу встряхнуть его и сказать, чувак, никому нет дела до того, что ты девственник, но из-за всех этих историй я теряю к тебе уважение. Самый очевидный знак для меня был, когда мы с женой должны были объяснить ему, что поза по-собачьи не означает заход с черного хода, потому что он не знал, что вы можете войти в киску сзади. Даже из фильмов для взрослых можно узнать об этом. Пару лет спустя он рассказывал нам о девушке, с которой был по меньшей мере 10 лет назад, и о том, как они занимались этим в душе. Те, кто не перестает вести счет женщинам и своим сексуальным подвигам, но на самом деле несут полную бессмыслицу, потому что понятия не имеют, как женщина функционирует анатомически. Обожаю их. Считают слово девственник оскорблением. Когда я учился в средней школе, один парень в моей компании, я бы не стал использовать слово друг, который потерял свою девственность, не мог перестать называть всех остальных девственниками, высмеивал нас и называл себя настоящим мужчиной, потому что у него была женщина, а у нас нет. Через год или два большинство из нас обзавелись подругами и стали сексуально активными, но у него все еще был только один раз. Неважно, он все еще продолжал говорить о том, как он потерял свою девственность первым. Переживают о том, есть ли девственники в их окружении. О да! Я нахожу это таким странным, когда люди действительно переживают о сексуальной жизни других. На занятиях по сексуальному образованию в школьные годы мы практиковались надевать резинки на бананы, чтобы набить руку. Один парень, который утверждал, что знает, как это делать, пошел открывать упаковку ножницами. Ну точно девственник. Как правило, они чрезмерно возбужденные и громкие. У меня нет научных доводов, чтобы подтвердить это, но обычно это самые болтливые люди в группе, которые кажутся мне самыми девственными, в то время как более сдержанные люди уже точно имели близость. Я думаю, что общая возбудимость ко всему имеет тенденцию отражать недостаток опыта, хотя нет ничего плохого в том, чтобы быть девственником. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео.